МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте. Главные события уходящего четверга 11 января в нашем выпуске. Комплексное развитие сельских территорий наглядно. В Новоспасском глава региона вручил ключи от квартир в Новограде. Первый в регионе совмещенный передвижной медкомплекс и еще десятки других машин пополнили автопарки районных больниц. Гульнар Шарипов о том, как медицина становится доступнее. И на дорогах сегодня нужно быть особо внимательными. Ночью метель, снежные заносы и сильный ветер. А к директорам школ снова обратились из Минпросвещения. Но вначале в избирательной комиссии региона продолжается подготовка к самой масштабной кампании этого года – президентским выборам. В регулярном формате рабочие совещания организаторов выборов о всех важных решениях главной избирательной комиссии страны региону узнают в интерактивной формате. В актуальной повестке – обучение обходчиков членов УИК. Семинары стартуют уже на днях. Члены комиссии специально, так сказать, информированные, специально обученные, специально, так сказать, подготовленные идут к нашим избирателям, идут в каждое домовладение для того, чтобы довести информацию по предстоящим выборам. Довести информацию о том, как избиратели и где, и в какое время могут проголосовать. Как они могут проголосовать в случае, если они не находятся в дни голосования по месту своей регистрации. Всем, кто оказался в такой ситуации, в помощь механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. В этом году прием заявлений по голосованию по месту нахождения начинается с 29 января и заканчивается 11 марта за три дня до начала первого дня голосования. Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно в МФЦ или в любой территориальной избирательной комиссии, либо заполнить его на портале госуслуги. Напомню, выбирать президента страна будет 15, 16 и 17 марта. Алексей Русских совершил рабочую поездку в Новоспасский район. Там глава региона посетил Новоград. Это микрорайон, где возводят жилье по федеральной программе. О тех, кто уже заехал в новые квартиры. Материал Эдуарда Истамина. В Новоспасском отрадные события губернатор Алексей Русских вручает новоселам ключи от квартир с отделкой в новых малоэтажках. Строит их в микрорайоне Новоград по федеральной программе «Комплекс на развитие сельских территорий». Я вот разбираюсь, качество очень высокое. С учетом того, что здесь намного лучше экология и много предложений по рабочим местам, будет много желающих приехать сюда. Ключи от квартиры – это окно в новую жизнь, говорят супруги Макеевы. Трудятся они в районной больнице, но жилье приходилось снимать, а тут появился шанс обрести свою квартиру. А значит и уверенность в завтрашнем дне. Нам дают трехкомнатную квартиру, 72 квадратных метра. На нас четверых. У нас еще маленькая дочка. Поэтому мы вполне счастливы, очень благодарны. Это перспектива того, что Новоспасский район нам очень рад. И мы будем отвечать тем же. Заветные ключи получил и Виталий Левада. В его семье недавно было прибавление – самое время переехать в новую квартиру. Ее предоставят по договору найма. Но с правом выкупа по символичной цене. После пятилетнего срока рабочей деятельности на своем трудовом месте выкупная стоимость 10%, а через 10 лет всего 1%. Я думаю, это отличный стимул для всех потенциальных соискателей рабочих мест. Радующий глаз фасады, ярко выраженный архитектурный облик, подъезды с дизайнерской отделкой, благоустроенный двор с паркингом, планировка квартир удобная. В этом Алексей Русских убедился лично, осмотрев жилье. Да, мебель расставляю и все. Заказали уже мебель, поставим мебель и будем приезжать. Да, я смотрю, довольно-таки качественный ремонт делал. Всего по федеральной программе квартиры здесь получат больше 100 семей. Ради этого из бюджета всех уровней выделили около полумиллиарда рублей. Кроме жилья, в Новограде также возведут инфраструктуру, в том числе детсад и губернаторский лицей. Эдуард Истомин, Юрий Давыдов, Вести Ульяновск, из Новоспасского района. В Ульяновске женщина перевела крупную сумму денег насчет террористической организации. В период с 2019 по 2020 годы жительница областного центра перечисляла сбережения сыновьям, которые находились в Сирии и были представителями запрещенного в России исламского государства. На эти деньги закупалось огнестрельное оружие и амуниция. В скором времени действия женщины были замечены и пресечены правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело. Приговором 2-го западного окружного военного суда указанное лицо признано виновным в совершении указанных преступлений. Ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это существенный приговор. В рамках российского правосудия это больше, чем некоторые получают за убийство, поскольку именно ресурсное обеспечение терроризма – это преступление, которое напрямую затрагивает государственную безопасность. Это не первый подобный приговор за последние годы. Люди ошибочно предполагают, что оснабжение запрещенных в России организаций не повлечет серьезных последствий. К другим темам. Ульяновским районным больницам сегодня передали новые автомобили. Машины будут использовать для доставки врачей к пациентам, которые проживают в отдаленных населенных пунктах. Впервые регион также приобрел совмещенный передвижной медицинский комплекс, оснащенный современным диагностическим оборудованием. Слово Гульнари Шариповой. 21 «Лада Гранта» пополнит автопарк поликлинических отделений 12 районных больниц и областного кожвендиспансера. На этих машинах врачи будут приезжать к пациентам, а при необходимости на них же транспортировать не особо тяжелых больных до медицинских учреждений. На сегодняшний день у нас план по проведению спонсоризации населения 5800. То есть всех мы их осмотрим однозначно. Но я еще планирую, что мы будем задействованы в работе, в помощи населениям других районов ближайших. Здесь, как нельзя кстати, передвижной медкомплекс. Такой в регионе пока в единственном экземпляре. Внутри и самое современное диагностическое оборудование. Автоматическая маммографическая установка, цифровая. Результаты диагностики моментально поступают на компьютер специалиста. Его рабочее место за дверью. И все исследование займет не больше 10 минут. В этом же авто за стеной цифровой флюорограф. За те же 10 минут диагностики минимальная лучевая нагрузка, высокое качество и информативность изображения. В целом автопарк и учреждение насчитывает более 200 единиц. Это автомобили скорой медицинской помощи, которые мы вручаем ежегодно. Тоже обновляем его. Это автопарк санитарного транспорта для неотложной медицинской помощи. Не первый раз закупают и легковые авто. В 2023 году больницы региона получили 28 машин. Региональная программа модернизации первичного звена завыкновения продолжается. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы все наши медицинские учреждения были оснащены по самому последнему слову техники. Ну и естественно автотранспорт – это одна из важнейших составляющих. В наступившем году ее поддержат не единожды. В планах передать главным врачам районных больниц региона ключи еще от 27 автомобилей. В областном центре возобновили прививочную кампанию от коронавируса. «Спутник Лайт» – это уже проверенная и зарекомендовавшая себя вакцина. Ее завезли еще в канун Нового года, но прививать начали лишь сейчас. Вакцинироваться «Спутником» каждый может бесплатно, но медики рекомендуют иммунизацию прежде всего людям с хроническими заболеваниями, работникам социальной сферы и людям в возрасте. «Потому что возраст уже такой, далеко до 60-го. И чтобы не болеть сильно. Потому что один раз я переболел, теперь два раза переболел. Второй раз уже легче с прививкой». «Очень удобная вакцина, то есть «Спутник Лайт». Одна ампула для одного человека. То есть ее вскрывать, ждать пятерых людей не надо. То есть вы приходите на прием, заполняете согласие и приходите делать прививку». Сейчас многие медики характеризуют ситуацию не только в регионе, но и по всей стране как в 3D-мем. То есть одномоментно циркулируют три различных возбудителя острых респираторных вирусных инфекций. «У нас, может быть, этот термин не совсем правильный по отношению к той ситуации, которая складывается. Потому что да, действительно, у нас сейчас отмечается тоже сезонный рост заболеваемости гриппом и респираторными вирусными инфекциями. И на сегодняшний день в основном мы, конечно, у пациентов определяем таких возбудителей, как гонконгский грипп, COVID-19 и другие возбудители острых респираторных вирусных инфекций. То есть это не какой-то один возбудитель». Впрочем, у заболевших чаще встречается аденовирус. Что же касается коронавируса, то ситуация с его распространением замедлилась. Но это может быть связано с длительными выходными. А вот для распространения гонконгского гриппа ни преграды не стали. Как отмечают специалисты, в целом картина заболеваемостью вирусными инфекциями не превышает сезонных показателей. «Самый первый в районе». Так говорят о своей территории общественного самоуправления жители села Сосновка Майнского района. Однако опыт – не повод останавливаться на достигнутом, и активисты из Сосновки реализуют очередной проект. Благодаря гранту удалось приобрести швейное оборудование и стать партнерами. «ТОС» у нас существует с 2018 года, образовался. За это время мы уже реализовали шесть президентских грантов, выиграли и реализовали. Вот данный проект «Швейная история». Значительная часть швейной истории Сосновки связана с изготовлением вещей для земляков, участвующих в специальной военной операции. Это носки, белье и другие необходимые вещи. Всего проект объединило около 20 жительниц села. В цех они приходят, когда позволяет время. Кто-то хорошо знаком с оборудованием, а кто-то только осваивает швейную машинку. Ну а у приехавшей на каникулы студентки Виктории Кузьминой своя портновская история. «Не познакомилась с машинкой еще в школьные годы. В школе мы сшили. А потом перерыв был очень большой. И, получается, забыла буквально все уже. И непосредственно здесь уже, можно сказать, так более глубоко познакомилась, научилась». Название «ТОСа. Мы вместе» полностью оправдывается во время реализации этого проекта. В той или иной степени в нем участвуют и те, кто не сидит за швейными машинками. Люди, например, приносят ткани и интересуются, чем еще можно помочь землякам. «Мороз», «Свежий воздух» и яркие эмоциональные болельщики – все это атрибуты турнира. Плетенный мяч, который сегодня завершился в Ульяновске. В течение недели на стадионе «Останкостроители» в Засвежском районе состязались 13 команд из Ульяновска, Архангельска, Кирова, Нижнего Новгорода, Мурманска и других городов. Хоккеисты 2012-2013 годов рождения. Для них это первый крупный турнир. На кону три путевки на финальный этап соревнований. Борьба на них получилась весьма жаркой, даже несмотря на морозную погоду. Дети меньше обращают, чем взрослые на это. Для них любой выход на лед – это радость. Но мое личное мнение, что в таких условиях у них и характер закаляется. По 12 еще никому нет лет. Очень осознанные действия, и оборонительные, атакующие, и коллективные играют. Несмотря на поражение от сверстников из Королева в заключительном матче, Ульяновская «Волга» смогла войти в тройку сильнейших. Представители Подмосковья тоже в финале, как и воспитанники хоккейной школы «Спутника» из города Карпинск, Свердловской области. Финальный турнир пройдет во второй половине зимы или начале весны. Наиболее вероятным местом проведения соревнований называют Красноярск. Сильный снег, метель, порывистый ветер и ограниченная видимость синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в регионе. В связи с низкой температурой воздуха школам рекомендовано отменить занятия 12 января с 1 по 4 класс. Из-за непогоды уже временно ограничено движение грузового и маршрутного транспорта на ряде участков федеральных трасс. Там сейчас усилена работа дорожных служб. Коммунальная техника расчищает магистрали от снега. По данным гидрометцентра России, с сегодняшнего дня в Ульяновской области, Татарстане, Чуваши и Мариэл порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Волга-Вятску-Правтодор просят водителей быть внимательными на дорогах, выбирать оптимальный маршрутодвижения и скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию и боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. В случае нештатной ситуации на федеральной дороге участникам дорожного движения необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Волга-Вятску-Правтодора или в службу спасения по номеру 112. Все выпуски «Вести» доступны на платформе «Смотрим» и я Артем Петров с вами прощаюсь. Всего доброго, увидимся. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон. Наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксирует мгновение этот случай наблюдения. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается облачная погода, ночью снег. Местами метели, днем небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области минус 16, минус 21. В Ульяновске минус 17, минус 19. Завтра днем по области минус 12, минус 17. В Ульяновске минус 12, минус 14. В Ульяновске минус 12, минус 18.